Причина, почему я здесь, нет, на Эвересте я не был, но посетил 33 страны мира и обсуждал вопросы, каким образом. И в моей компании работает 800 человек, которые как раз и решают вопросы, в том числе и с загрязнением. И, конечно, публичный сектор и частный сектор встречаются с конкретными проблемами. Я создал специальный траст, который мог бы заниматься этими проблемами и соединить возможности и государства, и частного партнёрства. И сейчас мы обсудим, что мы считаем величайшей возможностью именно использовать различные идеи и создать такие специальные островки, где можно продемонстрировать. В 33 странах я понял такую вещь, что касается увеличения продуктивности и 10-15 лет потребуется через инновации выйти на новые уровни. И тот факт, который мне хотелось бы представить вам, что касается... У нас было 100 лет назад 8 гектаров земли для того, чтобы отвечать потребностям, а сейчас у нас 2 гектара на каждого человека по всему миру из-за того, что население растёт. А в России, даже в России, уже всего лишь 4. Что касается Китая, это как раз самый большой рост потребления. Существуют специальные островки экологических проектов, где эти участки растут 4% в год. И поэтому нужно найти 100 миллионов гектаров каждый год для того, чтобы поддерживать вот такие усилия. Это как раз территория примерно в 2 раза больше, чем Франция. Но инфляция, безусловно, убьёт эту модель. И они сейчас пытаются найти модели замкнутого цикла. И вот модель, которую мы хотели бы продемонстрировать. В то же время вы видите, что производство продуктов питания начинает снижаться и на фоне растущего населения. И вот опять-таки нужно эту тенденцию переломить. А вот слайд, где вы можете посмотреть. Это то, что касается экологических городов Китая. И здесь замкнутый цикл, в который входят и люди, и ресурсы городов, и сельских областей. И Москва также должна рассматривать себя не только как город, но и учитывать ресурсы ближайших регионов. И как нет смысла бежать вперёд в том случае, если выдвигаться в правильном направлении. Вот такую мысль высказал Ганди. И поэтому наш траст, если мы соберём вместе мировых учёных, экономистов, инженеров, бизнесменов, адвокатов, юристов. И мы сфокусируем их внимание на некий демонстрационный пример. И, может быть, мы покажем всего миру, как двигаться вперёд лучшими и более правильными шагалами. И интегрированное моделирование применяется здесь. Мы создаём интегрированную ресурсную и экономическую модель, которая может использоваться любым регионам мира. И это первая модель вообще, которая создана в мире. И всё то, что находится на уровне земли, это вы видите здесь, это трубопроводная система и так далее. Всё это автоматически интегрируется с моделью климатических условий. Каким образом используется земельное пространство и с точки зрения здравоохранения. То есть мы улучшаем здесь качество воздуха, воды. И таким образом, создавая лучшую среду обитания, мы влияем и на улучшение здоровья людей, которые живут на нашей планете. И когда мы взяли один из демонстрационных регионов в Индии, мы создали вот такую реальную лабораторию, создали кампус и модель, как раз строиться на базе участников этого региона и использовать инновации и новые подходы к методу управления этими ресурсами. Мы привлекли международные компании с новыми технологиями, как раз для того, чтобы они реализовали свои самые передовые проекты. И те регионы, которые мы выбрали, это в Индии, в Китае, в Африке. И сейчас мы работаем с городом Кигали, с поддержкой господином Кигали. В Китае мы достигли соглашения с Чоминг-Айлендом. И имеем поддержку китайского правительства. И здесь, конечно, мы будем создавать здесь инновационный парк технологий. И это будет и китайский проект, и международный проект для того, чтобы продемонстрировать новые бизнес-модели и показать, каким образом взаимодействуют между собой вода, воздух и технологии. И вот как раз можно обеспечить быстрое внедрение в жизнь самых передовых инноваций. У нас также есть соглашение с городом Сурат в Индии сделать то же самое. И господин Молди, главный министр, поддерживает это лично. И город Сурат – это один из самых крупных индустриальных комплексов Индии. И в то же время очень активно используются и сельские пространства. И, заканчивая, хочу сказать вам вот те технологии, которые мы собираемся развернуть в этой стране. Мы улучшим, безусловно, управление водными ресурсами, улучшим технологии по ресайклингу. Кроме того, будем эффективно использовать свободные участки земли и будем создавать новые рабочие места. Отладим на совершенно новой основе работу всех энергосберегающих технологий и поставки энергии как в жилищный сектор, так и в сектор промышленности. И думаем, что это скажется и на улучшение здоровья. Новые экологические подходы с точки зрения сохранения окружающейся ряды. Мы будем использовать умные линии передачи энергии. И это будет симбиоз промышленности и промышленности, природы. И это будет как бы работать из колыбели в колыбель. Мы постараемся уменьшить до предела количество отходов. И системы мобильности, большей цикличности, лучшее управление транспортными потоками и логистиками и в городах. Что касается СО2, то об этом уже говорили умные сельскохозяйственные технологии. То, что Хэролд уже говорили. И продолжаются эти эксперименты во всем мире и воплощают жизнь тех технологий, которые помогают избежать дефористрации. Вот несколько снимок из Японии. И сейчас вот из этих регионов мы сможем также и поддерживать и образовательные программы для того, чтобы распространять эти знания из демонстрационных точек. И чтобы распространялись они по всему миру. И здесь можно, скажем, обсуждая вопрос использования водных ресурсов в Индии, экстраполировать это на другие регионы. Если заканчивая, у нас есть, к сожалению, точнее нет, к сожалению, демонстрационного региона в России, то, конечно, если в России можно было бы создать такой экспериментальный островок, и, конечно, это было бы очень интересно. Большое спасибо. 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 Спасибо.